Валерия Ильинична, возник следующий вопрос, претензии к нам со стороны слушателей, зрителей. Мы как-то неопределенно очень постебались по поводу брошюры в партии Народной Свободы и нас просили разъяснить нашу позицию. Потому что часть людей сказали, что мы все равно будем голосовать, хоть вам и не нравится эта партия, почему-то они сделали такой вывод. А кто-то высказал сомнение. Я думаю, что сейчас очень важно сказать, что мы поддерживаем идею демократической партии и партия во главе с Непцовым, с участием Касьянова, это партия с очень хорошими шансами. И мы ее поддерживаем хотя бы потому, что ничего другого нет. У нас возникли некоторые вопросы в связи с брошюрой. Я не издевался, конечно, но высказал некоторые, так сказать, сомнения по поводу нашей любимой партии Народной Свободы в связи с тем, что в брошюре, которую они напечатали против произвола и коррупции, очень правильная позиция. Ничего не сказано об отношении к власти, ничего не сказано, а вот Милов произнес о том, что национализм очень полезная вещь, его можно использовать. Это вот как-то вызывает сомнения. Это не опровергнуто пока никаким устным заявлением. Нет ничего по поводу путей экономического развития. Что они, собственно говоря, предлагают? На самом деле это мне напомнило начало 90-х годов, когда огромное количество партий, десятки появились. И все они, там, экологическая зеленая партия, демократическая партия, тоже как-то она называлась, партия пенсионеров, партия любителей пива. И все они выступали с очень простой такой позицией. Мы за все хорошее против всего плохого. И вообще лучше быть здоровым и богатым, и бедным и больным. Да, да, да. Вот это время, вот эти молодые люди, которые не участвовали в электоральном процессе так же активно, как мы, то ли они его пропустили, то ли забыли. У партии, которая выступает за все хорошее против всего плохого, и которую нельзя отличить от других политических партий, шансов никаких нет. Эти все партии, вот эти десятки, заявлялись и уходили. И проходили партии, там, националистическая партия Жириновского, радикальная, коммунисты. Вот коммунистический путь отменить результаты приватизации. Партия власти. И если наша партия, пока наша партия, мы предполагаем, что это какое-то временное, так сказать, явление, то, что вот было в этой брошюре. Пока она не произнесет важных, необходимых для избирателей слов о том, что, за что она выступает. Как она относится к событиям в Грузии, к оккупации Грузии. Как она относится к сотрудничеству с Западом. Может быть, она против сотрудничества с Западом. Может быть, за. Я не знаю. Я надеюсь, что я давно знаю Бориса Немцова и Михаила Касьянова. У остальных хуже. Но это надо артикулировать. Это надо произнести. Это надо написать. И до тех пор, пока это не будет написано, значит, шансов у этой партии мало. И мы будем очень осторожно ее поддерживать. Будем поддерживать, но очень осторожно. Ожидая, например, от Милова каких-то заявлений по поводу его позиции по национализму. Действительно он придумал националистическую и демократическую партию? Или это ошибка? А вот предстоит скоро митинг. Я не знаю, как вы, Валерий Лидиш, но я воздержусь пока от участия в этом митинге. Потому что мне не все ясно с партией народной свободы. Я хочу это услышать. Я уверен, ну, на 99,9-х в Борисе Немцове. Я знаю его взгляды. Я его очень хорошо знаю. Я примерно представляю себе взгляды Михаила Касьяна. Но Володя Рыжков делал очень разные заявления. А Милов просто заявления, которые вызывали утром. Давайте подождем. Вот я тебя призываю подождать, пока партия сама не определится, что она такого. Борис Немцов предлагает пока на переходный период считать программными документами этой демократической партии свой доклад. Путин. Коррупция. Как вы понимаете, эту брошюру, уж не знаю, с партией или без, но в Центрозбиркоме не зарегистрируют. Борис Немцов это гарантия. Конечно, символ веры партии должен быть высказан. Но эта брошюра настолько увлекательна, что вот сейчас я узнала, что обитатели интернета за две недели по призыву Бориса Немцова уже собрали 900 тысяч рублей на массовый тираж этой брошюры. Я могу сказать, что Демократический Союз даст свои деньги. Вот мы призываем всех френдов на эту захватывающую брошюру. Делайте ваши взносы. Вот во имя беспризорных детей, беспризорные дети вам скажут спасибо. Вот под этим соусом сдавайте деньги. Борис Немцов много раз доказывал, что он порядочный и смелый человек. И у себя в Нижнем Новгороде он строил открытый социализм. По крайней мере, Маргарет Тэтчер, которая посетила Нижний Новгород, восхитилась теми зачатками капитализма, которые там появились. Понятное дело, что он не собирается строить социализм в России, собирается продолжать гайдаровские реформы. Михаил Катьянов у нас тоже есть доказательства. Он много раз высказывался и против Путина, и против чинистской кунты, и защищал Ходорковского, и сделал столько разных заявлений на Западе, что его даже не пустили на встречу с Байденом в американском посольстве по просьбе Сулфова. Это доказательство. У меня к тебе такой теоретический вопрос. Давай предположим, что вот эта брошюра, эта сегодняшняя позиция объясняется тем, что партия хочет быть зарегистрирована. Вот можем ли мы допустить это, мы, будущие избиратели или сторонники, чтобы партия вот, ну, хитрость такую, военную хитрость применила. То есть заявила о том, что она никак не относится к Путину, никак не относится к войнам, которые он проводил и начинал, никак не относится к нынешней корпоративной модели экономики. Можем мы это позволить? Ну, это у нас уже у Пушкина встречалось. Петруша Гринёв сказал, что нельзя. Ему Савельич что говорил? Плюнь да поцелуй злодея ручку. А он взял и не поцеловал. Нельзя. Кредо партии. Свобода, собственная законность должно быть начертана на знамени. Потому что, знаешь, ходит всюду дьявол и квернс кунде ворот. Ходит який лев, акий и ищет кого бы ему пожрать. Если партия с этого начинает, дальше к ней явится Сурков, Павловский и другие замечательные личности. И скажут, как они говорили СПС в последний месяц его существования. Да, идите на выборы, но нас не устраивает первая тройка. А ну-ка, Володю Рыжкову оттуда выкиньте. Выкинули. Поставили Иру Ясину. Опять-то нас Рыжкову не устроило. Выкидывайте быстро Иру Ясину. Они выкинули. И поставили Мрету Чудакову. Которая, конечно, хороший человек, но в третьей попытке она устроила клево. И после этого, независимо от того, что стал бы делать Никита Белых, существование этой партии потеряло всякий смысл. Потому что этого делать нельзя. И потом я больше скажу. Первое, что потребует за допуск к выборам этой партии, это убрать оттуда этого негодяя Немцова. Который с утра до вечера борется с Путиным. И, кстати, в Путине итоге четко сказано, что как-то мы поторопились с признанием Абхазии и Южной Осетии. Неизвестно, зачем улезли в эту историю. Короче, нашим условием существования этой партии и поддержки этой партии является присутствие там Бориса Немцова. Присутствие Бориса Немцова и честная программа. Партия оппозиционная. Произвол и коррупция завелись не от сырости, потому что от сырости может только прессе не вырасти. И партия либеральная. Партия продолжения реформ. И если эта партия боится слово капитализм и имени Гайдара, то спрашивается, как она будет убеждать народ и в чем она будет его убеждать. Да. И от меня лично месседж про национализм. Пожалуйста. Я ожидаю каких-то извинений от Милова за оговорку или за недальновидное заявление. Кстати, ты помнишь, что в замечательном толстом труде, который лежит в основе солидарности под названием «300 шагов к свободе», ну страниц там меньше, но 30 точно есть. При первом ее прочтении члены ДЭС выловили замечательный постулат о защите прав русскоязычных в странах Балтии. И вовремя сигнализировали Борису Немцову, что этот пункт исчез. У меня есть очень сильное подозрение, что этот пункт там появился не без помощи Владимира Милова. Уважаемые лидеры партии «Народная свободность», тот, кто начинает популизмом, популизмом и заканчивает. Если вы рассчитываете на поддержку или хотите поддержку демократической общественности, которую мы в какой-то степени тоже представляем, не забудьте о наших просьбах. И замечательный постулат генерала Григоренко Петра Григорьевича одного из лучших диссидентов. В подполье можно встретить только крыс.